Вот как так-то? Текучий случай. Всем привет, друзья! Мы в сервисе, в сервисе, в сервисе. Прикинь, забыл как сервис называть. Сток Плюс. Сходу что-то автомастер не сказал. Редко-редко появляюсь в последнее время. В сервисе Сток Плюс и сегодня Андрюха дорабатывает Акилу. Два года эта машина стояла в огороде, откидывала тень на растения. И теперь у нее более полезная задача. Нужно ей покататься, показать себя в динамике. Там моха сегодня вырос в карбюраторе. Не, нормально. Друзья, у меня все чаще спрашивают, почему Андрюха стал редко появляться на канале «Не тормози» на основном и все реже выходит технические серии на канале «Не тормози light». Причина в том, что он обслуживает наши машины в свободное от работы время и успевает делать далеко не все, что хотелось бы. Уверен, что он с радостью уделял бы ремонту и доработкам машин канала больше времени. Но он вынужден брать клиентские машины сервиса, чтобы заработать денег. Монетизацию в YouTube давно отключили и оплачивать работу на общих условиях, увы, возможности нет. Поэтому предлагаю создать банк зарплаты механикам, обслуживающим автоканала. Это поможет чаще видеть Андрюху на основном канале и в технических сериях. А также развивать новые, интересные и, самое главное, актуальные проекты. Все реквизиты в описании, все в ваших силах с миру по нитке. Слушай, на самом деле, когда мы собирали, доставили все новое, по факту. Все покупали, все новое, все в магазине, ничего не экономили. И спустя три года все резиновые изделия, которые здесь были, они просто сплющили негодно. Порвался пыльник, даже не порвался, просто вот он пыль. Поэтому не используйте презервативы более трех лет, которые они могут порваться. Так же и со шлангами утопленности, все в труху. Казалось бы, все новое, три года. Все негодность пришла. Как так? Как так? Так что, в общем, меняем шланги, меняем трубочки и держим пальцы крестом, чтобы все это отъездило. Тут карпная помазочная, да? Тут не раскрученная часть, нет, тут нормально. Так что по технике тут все работает, все в порядке. Такая мелочевка, непонятно, короче. Насос все новенькое, все вообще, когда ставили, ни копейки, не сэкономлено было. Согласен. Откуда здесь бизин потопчик не было? Да шланги все подвергнули. Или ты подозреваешь ее из-под корба, может? Подлезет. Что, Андрюх, руки помнят устройство? Да, все помню. Не забудешь. Если вдруг кто не знает эту машину, это двухмоторная полноприводная АК, у которой задняя ось приводится в движение задним мотором, передняя ось приводится в движение передним мотором. Соответственно, две коробки передач, синхронизированные педали, она имеет еще положительную плавучесть, ровное дно. Следоваю. Ну, а текущие трубки. Текущий случай случился. Надо завести, короче, посмотреть, что. Приготовь их или не тушите. Все зажило. Само что-то. О, радиатор, кстати, теплый, да. Нет, радиатор все проходит. Мы даже вентилятор новый поставили. Термостат, значит, работает. Так, а в какую сторону у вас дует? Ну, я не знаю, мы сто раз туда-сюда его подключаем. Он должен затягивать, на идее. Все правильно? Ну, срок греется, не помогает. О, хороший, обеденный. Волшебный ящик. О, видал? Три года шланг. Выглядит как бабка-змея, змея-бабка. Такая марсизистая, такая трещина. Да нет, ну, блин, три года шлангу-то. И это он еще не под давлением. Это как бы обычный карбюратор. У нас шланг обычный, который забирает топливо. То есть, ну, не довлека там, ничего в нем не было такого. И, блин, весь в труху. Поэтому, вроде, все собираешь по красоте, все делаешь, все четко. И обмаз, короче, все шланги растворились, короче. И давай все заново, короче. Надо заняться, Андрюх, производство нормальных шлангов. Слушай, да и на самом деле, как бы, на карбюратор такой фильтр ставить я тоже не вижу смысла, потому что там насос, как бы, ну, мембранный стоит, и ему тяжело будет прокачивать через этот фильтр. Это что-то бумага-бумага, мне кажется, такая же бумага, как обычно. Ну, так-то да, но все-таки объем-то, как бы, тоже надо учить. Он просто может, насос, как бы, переработки, короче, к регревации отваливать. Ну, панель склякнул. Все, срекерт. Отработал. Па! Ну, я доработал. Пусть, ускорительно доработает. Ну, смотри, новый, даже вон там, вообще он даже нигде не ржавший. Ничего, смотри, новый. Смотри, что середина все прошла. Вот как так-то, а? Да, так разок в грязь съездишь, хана ему. Угу. Сразу, да он не доживет до вечера, он туда песок упадет сразу. Тут посередине смотреть нечего. Да. Все заварено. Конечник немного люстил. Ну, мы ее тогда все перетряхнули, получается, и два выезда всего на ней отъездили и поставили. Бодрый тачка, все, поехал. Двольное дно усилили. Итак, тададам, самые огромные тормозные диски. Смешные такие диски. Да. Первый раз ты там увидишь, не описывался. Есть такое дело. Так, у нас эти гайки остаются на проставках, а теми мы прикручиваем к лесу. Да, ставим шоссей на обычные колеса, потому что очень тяжело есть этой складры резины. Что там колодка так тросется, так должно идти. Надо фиксироваться никак не должна? А? Фиксироваться не должна? Ни как? Слушай, тут вот здесь пластинки стоят, вон там фиксирующие. Ну, не можешь просто чуть-чуть прославливать. В принципе, ничего страшного, на что не влияет. О, тут проставка, смотри. Эта? Да. Так должна быть. Эта должна быть? Да. Ну да, пыльник вообще весь рассыпался. Я говорю, вообще, да? Причем он вообще свежий, походу, это мы с лаваном и оставили. Качество резины, а? Кайфуете? У меня палец поделал. Блин. Что ножи не используешь целиком? Блин, да они тупятся постоянно. Тащить, они есть, надо просто. Не, на жизнь мы сканцелярские, с окончанием. А, не простые. Ну, не всегда тоже удобно. Взял, везли, запилил, убрал все. Это жалко, что до восьмерочные нельзя поставить. Да. Мы же лифт на ней еще, кстати, убирали. Поменьше? Совсем мало сейчас осталось. На месте было немного шансов. Да уж. О, сошел. Можешь определить качество резины на вид? Да тот такой же был. Ну, вроде мягкая как вонок. Качество я единственное, что знаю. Но опять же, на ней, в принципе, не поеду. Давайте. На них мы сейчас все полиуретан ставим. Потому что эти, не вижу пыльники. А на АКУ не поставить. Негде его взять тупо. Качество деталей на АКУ, конечно, старает делать лучше. Почему у нас было принято решение дальше ее не докручивать? Ну, опять же, когда еще был завод, да, когда еще был завод, производство там все это дело. Когда мы пешком по столу сходили. Ну, да. Вот. Ну, какие-то запасы были. А завод, ну, производство закрыли, как бы, да, и, соответственно, сейчас кто это делает? Кооперативы? Да. То есть, такие-то. А все кооперативы, как показала практика, такая же проблема, в принципе, и у нас и с москвичем, да? Ну, кто там гоняет на ретро-теме, короче, на москвичевку. Хорошая бушка наше все. Потому что, ну, в магазин ты ничего не купишь достойного плана. Крутится даже все, да, смотри. Да. Как ни странно. Крутится. Лошадь черновая, да. Подрабочки прямо-то здесь хорошо живут. Тоже я с ними настрадался, честно говоря, по незнанке, когда этот весь конфиг собирали. Поняли, что к чему, уже сделали, все усилили, все отлично работает. В случае с Акой получил ряд знаний, которые не очень понятно, куда используют, в дальнейшем, но они есть. Да. Они, в принципе, только актуальны, только в случае с Акой, короче, больше никак не актуально, слово совсем. Ну, грубо говоря, смотри, да. К примеру, да, там самая дичь, да, на каких колесах она только не ездила. По факту все штатное, там небольшой лифт подвески, все стоковое, ничего не делали, как бы, все живет, все гоняет, трактора переваривают, короче, и так далее. Здесь, ну, добиться, чтоб конфиг, да, чтоб какой-то лифт, чтоб рейки, чтоб не ломало там привода, тяги и так далее, под рамки, если не уезжали отдельно от машины, как бы. Я не знаю, год, наверное, потасили времени на все. Там все усиленно, переварено, перевязано, там все. Чтоб это все жило, хоть как-то, короче. Даже вот на этих колесах все ломало, вот на этих. Машина такая, своеобразная, на самом деле, как бы, и, ну, определенных знаний требует, как бы, даже, ну, просто в эксплуатации, там, на судне в каком-то. Есть нюансы, как бы, ну, сложно, просто надо понять, и все. Так, ступичные там живые, да? Да. Итак, откатили аккумулятор к базовым настройкам, поставили обратно зимние 13-е жиговские колеса. Вот, сделано это с целью, чтобы снизить нагрузку на ходовую часть, чтобы машина легче ехала, тем более по песку. Ну, тяжеловато ей, конечно, идти на квадроколесах, поэтому, отец, она будет метелить прям вообще на все сто. Так, топливные шланги все также под капотом меняем спереди. Угу. Чистенько внутри. Ну, да. Не проходит через него. Закис? Ну, да, может быть. Не сцит с него, короче. Скорей, если такое себе на карбюраторах. Ну, благо, 20 рублей. Резинка опасная еще не дать. Зачем я не опасная? А, офигенно. Так, сзади делаем то же самое. Меняем бензошланги. Так, сейчас попытаемся найти причину, почему не работает приборная панель. Вот. 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 Это хрень, получается, отходит. Все работает. Погнали. Погнали. Промокод на скидку. Под роликом есть ссылка. И используйте промокод. Будет у вас хорошая скидка на масла Купер. Все, доливаем масло, потому что в условиях больших наклонов и так далее нужно, чтобы всегда был уровень. Вот. Прям четко. И так, ну что, тестовый выезд после сборки. Переборки профилактики. Да, у меня тут и заморок на этих разных моторах. Видите? Разучился уже? Да. Все, взывайте, да. Поперло сразу пока. На переднем еду, заднем подгребает. Вся в затвертый заедет. Да он может не прогрелся очень просто пока. Сделал как прогрелся. Так она легко едет, а не удовлетворяется. Как кроссовка. Ну а что, пара короткая получается. Ну как на штат, наконец, сейчас едет. Значит, на первом оборотах убавили. Подсос убран, а моторы орят. Вспоминают молодость. Вспоминаю, как это было все. На выезде тут постоянно чирк-чирк, настройки сделал. Все, поперло, иначе... Это, значит, синхронизация как раз моторов. Спрашивал, как вы синхронизируете? Ладно, это хринжер, короче. Топ, да? Да. Пошли одновременно работать. Да, конечно. Ну, блин, наверное, рвется с места. А как у нас на документах, на ней можно по горду кататься. Ну, мы так и ездили раньше. Хе-хе-хе. Приемница с ним взрела вообще. У меня уже не устал с точкой. Нет, два мотора это... Кайф. Кайф. Кайф, да. Второй можно срогать. Но эти колеса намного лучше на ней, чем накладывать. Что у нас даже серебристый ящик не нагрелся. Ну, вообще нормально. Обычно, ну, и на ней яичко можно жарить. А сейчас нет. Кайф. Вообще хайф. Все работает. Тачка, пушка, гонка. Перед температуру держит нормально. Страховку делай и езди, да? Ага. Видишь, себя зломать опять начали. Ну, что, покайфанул? Да. А, сзади вообще я добавлю пласты. Итак, переместились на Фазенду в канала «Не тормози». И здесь нам нужно залить в пушку игрушку. За то, что она хорошо себя вела на выезде. Побалуем ее. Вот таким вот маслом от Купер 550. Супер Спорт. Вешен Эдишен. Такой же у меня на я залито в зеленом. Какой? Лешен Эдишен, да? Лешен Эдишен, да? Лешен Эдишен, да. Нам нужен Андрюхин или Санин Эдишен. Этот Лешен Эдишен, да? Лешен Эдишен, да? Вот. В общем, зальем маслице. Оно погуще. Не разжижается оно при нагреве. При большом. То есть при довольно высоких температурах. Хорошо себя показывает. Вот. Ссылочки есть на Купер снизу. Под роликом. Так. Сейчас надо Андрюхин там открутить слив. Что там? Заржавели ли? Да. Давно масло не меняли. И так не меняли же ничего, да? Мне кажется, да. Ну, честно. Сейчас сразу там дымок тут такой. Нет ничего. При переходе на масло Купер необходимо промывать двигатель. Заливать автоэнергетик за некоторое время до смены масла. Чтоб все прошло качественно. Как по маслу. Чтобы никаких остатков старого не было. Жидкий как вода. Угу. Итак. 15 минут отработали. И смотрим, что у нас там. Ну, там, наверное, грязишка такая будет нормальная. Сейчас посмотрим за интерес чисто. Блин, наверное, сейчас черное-черное. Хотя, я туда вот, ну, пробку заливную открывал, смотрел. Ну, да, прям черное. Слушай, я даже, знаешь, что? Одно время как-то хотел себе... Ну, нравилось. Правда, живых нету, короче. Есть такой Chrysler. 5 Cruiser называется, да? У них как раз мотор такой же стоит. 2.4 в нем. Я вот одно время хотел себе купить. Думаю, блин, что прикольно. Пошел, запустим, в госдетали зашел. Там, что называется, ГРМ, там, сальники какие-то там. Ну, вообще, все расходники на мотор. Все, как бы, в газ деталях. Ну, то, что вот, он и есть, этот двигатель, как говорится. Потом что-то посмотрел, они все мертвые, короче. Это такой, как подстаринную машину с таким скрыли? Да, 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 да. 5 Cruiser. Нету живых. Ну, есть живые, есть, они стоят 500, короче. А за те деньги то, что у меня было, как бы, ну, там ловить было нечего. Там только на мотор хватало, да? Да. Собственно говоря, на это хватало. Собственно, ну, и за эту затею так и бросил, в общем. Зеленое. Угу. Какое все зеленое. Потребуется уже второй раз такой заливаю, в принципе, все отлично. Середины, как бы, надо завести просто еще. Не, давай еще немножко дольем до максимума. В пол литра. Да. Вообще там 5 литров, по идее, оно как бы плюс-минус должно все уходить. Зеленое rapt indemнide. 5 Ну а мотор в この маркете 200 мм. Уума. 6 и сайти. 7 и сайти. 5当然 это сайти. 5 across кашлятия. 5 самый баланс. 6 Ну. 10 метров. Субтитры сделал DimaTorzok